Боец UFC душит оленей на охоте голыми руками и дерется только в камуфляжной форме. А однажды он заправил дрель в штаны, зря. Брайс Митчелл без тормозов. 26-летний полулегковец Брайс Митчелл ломает все стереотипы о борцах, не одержав ни одной победы нокаутом в карьере. Он всего за пять боев в UFC оброс армией поклонников, получил бонус за выступление вечера и обратил на себя внимание Дэйны Уайта. Путевкой в жизнь для Митчелла стал бой с Мэттом Сёйлисом на UFC Onestm 7, в котором он одержал победу твистером, очень редким болевым приемом, став всего лишь вторым бойцом в истории организации, финишировавшим соперника таким способом, первым был корейский зомби. Несмотря на то, что Митчелл дрался в прилимах, он получил бонус за выступление вечера, а потом и награду за лучший сабмишн 2019 года от UFC и спортивных медиа. На прошедших выходных он дрался уже в соглавном бою и победил опытного Андре Фили, которого сам Макс Холловой называл одним из самых жестких соперников в карьере. Митчелл живет на ферме и боится повторения Великой депрессии. Поэтому охотится и добывает еду сам. Митчелл не носит ковбольской шляпы, как Дональд Сироне, или длинной бороды, как Рой Нельсон, но он ведет жизнь настоящего американского рядника, живет на ферме в Арканзасе, носит камуфляжную одежду и вечно грязные сапоги, а еще часто ходит на охоту и рыбалку, чтобы добыть себе еду. Сам Митчелл шутит, что он просто опасается повторения Великой депрессии, когда грянет экономический кризис, и все окажется без средств к существованию. Он, по крайней мере, не умрет от голода. И хотя в одном из интервью Митчелл рассказывал, как однажды задушил оленя голыми руками, он боится, что в период пандемии правительство примет закон, ограничивающий оборот оружия, и он не сможет охотиться. Брайс начал заниматься единоборствами достаточно поздно, в старших классах школы он пришел в секцию вольной борьбы, где за короткое время добился успеха и занял второе место на соревнованиях штата. Однако Митчелл не задумывался о профессиональной карьере и в ту пору считал себя уличным бойцом, а не спортсменом. В юности он часто боролся со вспышками гнева, например, играя в приставку в комнате. Он настолько разозлился на товарища по команде, что ударом выбил дверь. И только работа тренера Вилли Макглафлина помогла изменить мышление Митчелла, сделав его более сдержанным, уважительным и дисциплинированным. Воспитанный матерью Митчелл никогда не знал отца, поэтому в тренере впервые увидел мужчину, который пытался о нем заботиться. После тренировок Митчелл часто ходил вместе с ним и его сыновьями в кинотеатр и в такие моменты чувствовал себя частью настоящей большой семьи. После окончания школы Митчелл поступил на экономический факультет Хардингского университета в Арканзасе, параллельно начав карьеру в смешанных единоборствах. Уже с 18 лет Митчелл выступал на региональных турнирах, где не проигрывал, одержал 8 подряд побед с смешанными и стал чемпионом организации V3 Fights, после чего решил попасть в UFC. Одержав 9 победу подряд Митчелл попал на реалити-шоу The Ultimate Fighter, ТАФ, где дошел до полуфинала, проиграв Бреду Катане, ставшему в итоге победителем сезона. Однако это поражение не помешало Митчеллу получить контракт от UFC, матчмекеры которого разглядели перспективу в молодом бойце. И если Катана дальше проиграл два из трех поединков в промоушене и был уволен, то Митчелл стартовал в организации с трех побед, что быстро превратило его в одного из самых ярких проспектов организации. Несмотря на то, что Митчелл ни разу не побеждал нокаутом, его бои нельзя назвать скучными, он динамичный и пластичный, часто меняет поединку. Продолжение следует...